А я хочу озвучить последний пришедший к нам вопрос. Ася Горокоева, жительница Магаса, пишет, что переехала в столицу из Норвегии. Ее ребенка не принимают в школу-лицея, живут они как раз рядом с образовательным учреждением. Квартиру покупали в этом районе именно из-за этих соображений. В лицее Асе Горокоевой отказывают, потому что якобы нет мест. Женщина интересуется, закон или это, и просит решить ее проблему. Я думаю, что незаконно, и тем более, если она там живет, прописана, или снимает жилье и фактически живет. У нас есть многие прописанные, но не живущие, живут в селах, и детей сюда привозят. Я давал команду, и в течение сентября и октября вот эти рейды и в лицее, и в школе Марима будут проводиться. Первоклассники особенно. У нас, к счастью, много первоклассников, в том, что и в школе лицей я там дал добро еще на два класса дополнительных, чтобы не заполнять первые классы, там по 30-40 летей, чтобы не было, на два класса дополнительных еще. И они все должны, конечно, именно быть с того района, с прикрепленных домов к этому лицею. И я думаю, что пометили министра образования и те должностные лица, которые за это отвечают. И примут решение, тем более, приехала и за границу, как же ребенку в школу-то не взять. Она же может уехать обратно за границу. Поэтому обязательно примут. Продолжение следует...